Здравствуйте, друзья. Меня зовут Денис Мороз. Последние 20 лет жизни я занимался тем, что работал менеджером в различных компаниях. Я мог бы вам рассказать тысячи клиентских историй, сотни всяких расследований, проводимых по этим историям. Мог бы рассказать десятки инструментов, которые в том числе сам разрабатывал и применял для того, чтобы быть более клиентоориентированным для клиентов. Но, к сожалению, я ограничен регламентом в 15 минут, поэтому я постараюсь выделить некоторые молекулы из той химии, про которую говорила Оксана. Считаю, выбрал такие, две наиболее важные, для того, чтобы вам было полезно сегодня здесь побыть и что-то сделать, какой-то вывод для своих бизнесов, в которых вы работаете. И начну рассказывать вам с истории, которая случилась со мной два года назад в городе Нью-Йорк. Я давно мечтал побывать в Америке. Вот так мечта наконец-то начала сбываться. Я прилетел в Нью-Йорк, сел в такси, загрузил огромный свой чемодан в багажник такси, приехал на остров Манхэттен, гостиницы, вышел из такси, открыл багажник, начал доставать этот огромный чемодан, и сзади меня остановил голос. «Сэр, можно ли я вам помогу донести ваш чемодан?» Я обернулся и увидел полицейского. Я не поверил сначала, подумал, может быть, я разучился понимать по-английски, что, собственно, может быть, он сказал что-то другое, а я не понял его. Я еще раз переспросил его, вы хотите мне помочь донести чемодан? Он сказал, да-да, именно так. Я смутился, ну я же из Белоруссии, и сказал ему, «Знаете, сэр, я не хочу вас отвлекать помощью мне, потому что у вас есть своя работа». На что он мне абсолютно невозмутимо посмотрел на меня и сказал. Вообще-то помогать людям есть моя работа. Вот это стало для меня настоящим примером клиентоориентированности. Он не обязан был этого делать, но подумайте, насколько хорошо я сейчас отношусь ко всем полицейским Нью-Йорка, хотя имел контакт только с одним из них. Насколько хорошо встретил меня город Нью-Йорк в целом. Вот это для меня и есть настоящая клиентоориентированность. Ну еще для меня было открытие, конечно, что я настолько из глубинки приехал, что я даже не представляю, что полиция, оказывается, может помогать людям. Коллеги, запомните раз и навсегда, клиентоориентированность — это очень серьезная вещь, так же, как и любовь, ею нужно заниматься. Причем заниматься очень серьезно. Заниматься очень долго, очень уверенно, и заниматься с полной отдачей. Как любовью. И это ни больше, ни меньше. Конечно, мы слышали про то, что в Японии люди рождаются, близкие к клиентоориентированности, но я уверен, что в большей степени все-таки их воспитывают этому, а не рожают в этом. И я думаю, что если белорусы родили бы в Японии белоруса, и он там пожил, он был бы тоже клиентоориентированным. Поэтому, запоминая мысль, она будет проходить через всю презентацию, ей нужно заниматься. Коллеги, я как человек, который все время любит копаться до сути, был тоже молод. Был тоже молод. И, собственно, очень любил смотреть различные фильмы, читать различные книги, слушать рассказы различных бизнес-гуру на тему того, как надо быть клиентоориентированным, как надо работать в бизнесе. Но больше это делал по статистическому методу, по ритуальному. Ну так же, как вот здесь Бернард Шоу приводит, статистический метод, что если, условно говоря, мой сосед бьет свою жену каждый день, а я свою жену вообще не бью, то по статистике мы оба бьем ее через день. Это статистический метод. Да, и у меня были случаи, когда мои коллеги и даже учредители, у которых я работал, говорили, давайте повесим флаг над офисом с нашим названием нашей компании. У нас все будет хорошо, мы будем клиентоориентированы. Потому что раз, два, три, пятьдесят компаний так сделали, и у них вроде все хорошо. Поняли, да, что такое статистические методы? Но я предлагаю разбираться с клиентоориентированностью по другому методу. По методу, который называется разбирательство через принципы или через объективные законы. Один из таких объективных законов для примера я вам привел вот здесь, закон тяготения Ньютона. Хочу отметить, что чтобы вы не делали с законом тяготения Ньютона, даже если здесь есть высокого уровня руководителей, и вы напишите приказ, что закон тяготения не действует, но потом выйдете в окно, вы поймете, что все-таки как-то он работает, и столкнетесь с жестокой реальностью, а в частности с землей. Поэтому я избрал своей целью разбираться всегда до объективных законов, разбираться до этих молекул, про которые я сегодня говорю, до того, чтобы понимать на самом деле, почему те или иные комбинации действий, мыслей, усилий срабатывают, либо не срабатывают. А таких историй на самом деле тоже очень много в бизнесе. У некоторых бизнесов, к сожалению, таких даже больше. Итак, разбираемся через объективные законы. Что это, кстати, означает? Это означает, что все то, что я вам сегодня рассказываю, я знаю молекулы всего этого. Я докопался до сути, до самой низкой физиологической сути, до молекул, действительно до молекул. Поэтому тема не просто громогласная, но поскольку бюджет времени ограничен, кто захочет докопаться до каких-то молекул отдельно, можете потом ко мне подойти, либо связаться со мной. Все контакты мои есть. Я с удовольствием с вами на эту тему пообщаюсь. Еще одна интересная история. Мою бытность руководства ЕДоставки. Со мной связался один из руководителей холдинга и спросил меня, Денис, а как вы делаете так, что ваши водители, которые возят заказы клиентам, они такие клиентоориентированные? Они так замечательные, здорово обслуживают клиента. Они улыбаются почему-то клиентам. От них не воняет. Они хотят оказать услугу. Ну действительно хотят. Вот очень много есть таких действительно благодарностей, что хотят оказать услугу. Я говорю, да ничего особенного. Мы берем людей с рынка. Ну, конечно, отбираем определенный профиль, выбираем людей. Но потом мы их учим. Учим, 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 а потом контролируем, контролируем, контролируем. И не прощаем им на самом деле вещей, связанных с отсутствием клиентноориентированности. Вообще не прощаем. Окей, понятно, сказал он мне. Положил трубку. И через пару дней меня засыпал град звонков из этой компании от менеджеров, которые звонили мне и наперевод спрашивали, что ты сказал учредителю, что ты ему сказал. Расскажи точно дословно, что ты ему сказал. Я говорю, да ничего особенного не сказал. Сказал, надо учить сотрудников, тогда будет более клиентноориентированный коллектив, все будет хорошо. Я говорю, ну хоть кто-нибудь, расскажите же мне, что же было. И мне рассказывают историю. Звонит учредитель и говорит им, ребят, почему у нас не клиентноориентированные сотрудники? Ему говорят, знаете, в Беларуси нельзя найти клиентноориентированных сотрудников, поэтому они у нас вот такие. Ну какие есть. И он тогда спрашивает, а вот мороз из доставки, он их что, из Японии привозит? В компании была пауза, после которой мне звонили два дня и выясняли. Вот такая история. С тех пор у них в компании, кстати, появился вот этот вот сотрудник из Японии. И как-то хорошо совпало вот с выступлением здесь про Японию. Далее, коллеги. Что такое для меня полная клиентноориентированность? Вот, наконец, мы пришли к определению. Полная клиентноориентированность – это желание, желание, искреннее желание оказать услугу. Параметры услуги не беру. Понятно, что она должна быть качественная. и взять за это на себя полную ответственность, абсолютно полную, перед клиентом, перед собой, перед рынком, перед всем. Абсолютно полную ответственность. Не рассказывать про то, что да, там кто-то ногу сломал, или кто-то споткнулся, или где-то что-то случилось, и вообще там индекс Доу Джонса обвалился. Неважно это клиенту. Полная ответственность всегда на нас, на вас. И это я беру из своего собственного личного опыта, пройдя тысячи, как я уже сказал, историй на эту тему. Покопаемся еще в некоторых из них. Но прежде чем дальше пойдем, так как короткий экскурс в то, как устроен человек. Моя любимая тема. Парадоксально, друзья, но я понял, общаясь со многими людьми в Беларуси, что даже элементарных вещей про себя многие люди не понимают. Как они устроены, как они думают, почему они принимают сильные решения в той или иной ситуации, не знают. Из-за этого некоторые из них переживают всю свою жизнь о тех вещах, о которых, собственно, вообще переживать не нужно и невозможно и бесполезно. Некоторые болеют дополнительно, вместо того, чтобы получать удовольствие от жизни. О чем идет речь? Я не буду глубоко залазить в то, как работает человеческий мозг, хотя это самый важный орган, и все мы с вами здесь. Это только благодаря тому, что у нас есть мозги, а все наши тела эти мозги сюда принесли. Но управлял этим приносом сюда, опять же, мозг. Поэтому все, что мы сейчас с вами делаем, это общение наших между собой мозгов. Как бы это парадоксально не звучало. Но, коллеги, наш мозг может работать как в режиме энергосбережения, по сути, в режиме потребления 6% энергии всего тела. Так он может работать в режиме потребления 35% энергии всего тела. Подчеркиваю, орган, который в организме человека весит чуть более 2%, потребляет 35% энергии в режиме максимального потребления. Он сам же это потребление контролирует. Это много? Заинтриговал. Да, это очень много, коллеги. И это очень много. И такое потребление происходит когда? Когда человек усиленно думает, когда человек находится в состоянии опасности, ему нужно найти выход и найти безопасность. В таком состоянии человек находится, когда он ищет какие-то новые альтернативы, то есть то, чего еще в жизни никогда не делал. То есть работает не по шаблону. Потому что базово, где бы мы ни родились, кем бы ни мы ни родились, в нашем мозгу всегда развиваются три программы. С самого первого момента нашего зачатия. Это программа энергосбережения, программа безопасности и программа обучения. Программа обучения к 7-8 годам начинает постепенно депрессироваться. И остаются две основных программы энергосбережения и безопасности, которые между собой тесно связаны и всегда работают, что бы вы ни делали. Вы можете быть не в сознании, где угодно, но они работают всегда. И всегда, всегда, когда вы общаетесь с любым человеком, всегда идет коммуникация и проверяется любая коммуникация, вербальная, невербальная, проверяется через эти две программы. Для чего я это вам рассказываю, понимаете, да? Когда вы что-то создаете для клиента, вы всегда должны понимать, как это влияет на его безопасность и как это влияет на энергосбережение. Так вот, энергосбережение — это та программа, которая создает в нашей жизни все шаблоны. Привычки, паттерны, реакции, все то, как мы реагируем, на что бы то ни происходило, это все программа энергосбережения. Потому что когда мы действуем по шаблону, мы тратим 6 и чуть более процентов энергии. Действуем не по шаблону, думаем, тратим 35% энергии. Кстати, сразу для тех, кто планирует в ближайшее время обратиться к психологу за психологической помощью. Помощь вам нужна, скорее всего, потому, что вы тратите огромное количество энергии, переживая в прошлом. А в прошлом переживать по шаблону невозможно. Всегда переживайте только по паттерну 35%. Это запомните, как это работает. Безопасность — это всегда наши страхи, стимуляция, мотивация. И две самых главных молекулы, про которых я сегодня хотел рассказать. Два самых главных явления. Это один из шаблонов безопасности — это шаблон доверия. Важное понятие, да? И второй шаблон — это простота, которая относится к энергосбережению. В целом понятно, как это работает? Да. Ну, это очень крупную клетку. Кому будет интересно с точки зрения, как связываются между собой нейроны и прочие вещи, могу рассказать, пришлось плотно разобраться. Простота и доверие. Почему они важны? Если вы научились быть клиент-ориентированным, использовать простоту, мозг клиента скажет, это классные ребята, они все делают для меня так, что я трачу 6% энергии. Но он прям не так скажет вам в сознание выкинуть, но подсознание у себя он подумает именно так. И он будет всегда стремиться к тому, чтобы к вам возвращаться. Всегда. Потому что вы для него бесценный источник экономии энергии. А отсутствие энергии в организме ведет к чему? Верно. Есть коллеги-специалисты. Дальше. Доверие. Ключевой шаблон безопасности. Ключевой. Почему нужно доверие? Почему шаблон является ключевым? Представьте, коллеги, вот сейчас здесь я перед вами нахожусь, и вы сейчас на меня смотрите, посмотрев на меня уже 5-7 минут, и понимаете, что вроде я не должен вымыть топор и побежать по залу всех у вас срубать. И у вас создалось ко мне определенное доверие. И вы каждую минуту не оцениваете меня на то, опасен я для вас или нет. Это все работает в ваш шаблон доверия. Хотя, если бы я сейчас что-то подобное сделал, сработал бы другой шаблон, и про шаблон доверия мы с вами бы уже никогда бы не говорили. Это, кстати, к разговору о том, почему доверие так сложно вызвать, но очень легко потерять, а вернуть вообще невозможно фактически. По одной простой причине. Шаблон, который создается в голове в виде нейронных связей, его убрать нельзя. Можно запрограммировать более сильный шаблон, но на это надо время и усилия. Но тот шаблон старый еще какое-то время будет жить, и это время довольно-таки длительное. Поэтому запомните, от старой привычки избавиться нельзя, можно выработать новую привычку. Полностью избавиться старой невозможно. И так ясно, да? Одна молекула простота, вторая молекула доверие. Еще важный момент. Хотел бы привести такую метафору вам, что в моем понимании также является клиент-ориентированностью. В моем понимании абсолютным синонимом клиент-ориентированности в семье является любовь. Любовь. Но что важно? Если в семье вы можете прийти к своему супругу и спросить у него, а что мне сделать для тебя, чтобы ты любил меня еще или любил меня еще больше, то с клиентами так не получается. Потому что спросить вы у клиентов можете только про какие-то определенные сервисы, которых у них хватает. А сервисы это еще не вся клиент-ориентированность. И клиенты зачастую сами до конца не знают, что же им еще нужно. И вот тут уже, коллеги, это ваша фантазия, когда она пройдет через два шаблона энергосбережения и безопасности, реализует какой-то новый механизм, которым вы заманите клиента. Вот это позволит вам быть лучше, первее и быстрее на рынке. Но аналогия абсолютно четкая. И тот, кто не любил, тот, кто не любит, я думаю, вряд ли сможет оказывать какие-то клиент-ориентированные услуги. Одна очень важная мысль, которую я услышал огромное количество лет назад, но тогда не понял и не усвоил, но очень остро начал усваивать ее позднее, это мысль о том, что несчастные сотрудники счастливыми ваших клиентов не сделают. Запомните это раз и навсегда. Никогда нет таких примеров. Начало всегда с сотрудников. Тоже, как говорили коллеги мои до начала моего выступления передо мной. Начало всегда на сотрудниках. Если сотрудники счастливы, они смогут сделать счастливыми ваших клиентов. Что еще важно в клиент-ориентированности, коллеги? Почему она так важна и почему многие за нее цепляются во всем мире? Потому что клиент-ориентированность нельзя скопировать, ее нельзя украсть. Это очень важный актив компании. Ее в компании, ее нельзя купить в компании, ее можно в компании воспитать, вырастить, но купить нельзя. Так же, как и продать нельзя и украсть, соответственно, нельзя. Поэтому если ваша компания клиент-ориентированная, особенно сейчас в Белоруссии, где клиент-ориентированных компаний очень мало, вы обладаете бесценным активом, который еще к тому же невозможно украсть. А это очень замечательно. Поэтому не стесняйтесь, инвестируйте в клиент-ориентированность, это окупится, и окупится очень серьезно. Хотел рассказать про некоторые факторы, которые вызывают наши молекулы доверия и простоту. Вот один из факторов очень важных, которые вызывают доверие, является улыбка. Меня очень долго пичкали пропагандой на тему американской фальшивой улыбки. Как вы понимаете, будучи в Америке, желая разобраться, я все-таки полез разбираться, что же там происходит с этой улыбкой. Я вам могу сказать, что американцы улыбаются не фальшиво. Нет, ну есть, конечно, люди, которые пытаются натягивать себе улыбку, но в основном это нормальный, органичный и естественный акт. Почему? Я тоже разобрался. Давайте уйдем корнями в историю возникновения США как государства. Кто формировал исторические государства США? Какие люди? Да, разные были люди. Очень много людей, бежавших из Европы от различных преследований, не всегда, конечно, справедливых, но часто справедливых преследований, и они там ассимилировались в Америке. А территория была огромная, и всем давали участки земельные. Люди разбредались по стране и в итоге коммуницировали, когда еще мобильных телефонов не было и интернета не было, коммуницировали между собой примерно так. Где-то шли навстречу друг к другу, встречались в поле, и было очень важно понять издалека тот человек, который идет к вам навстречу, он хочет вас поприветствовать и что-то у вас узнать, или он хочет вас убить и что-то у вас забрать. Как это можно понять издалека? Невербально в основном. Ну, можно, конечно, покричать что-то, но в основном невербально. И вот такой невербальной коммуникацией была улыбка, прекрасная улыбка. И она исторически укоренилась в американской нации, из поколения в поколение передавалась уже не как механизм безопасности, а просто как естественный механизм, который дожил до наших времен, до сегодняшнего времени. Но вы должны понимать, что эта улыбка американская – это признак безопасности. Когда вы идете в толпе менеджеров по улице, вы видите улыбающихся, идущих вам навстречу людей, вы понимаете, что вам не надо тратить энергию на свою защиту, вы понимаете, вам не надо тратить энергию на то, чтобы подумать, опасно здесь или безопасно. Вы заходите в лифт с человеком в замкнутом пространстве, человек вам улыбается, вы понимаете, безопасно. Не надо там пытаться сжиматься в угол, не надо пытаться принимать боевые позы, не надо пытаться придумывать тысячу способов, как мне сейчас отстоять свою честь и достоинство. Понимаете? В Америке, если вы идете с таким сугрым умельцом по улице вот таким, к вам обязательно подойдет полицейский и спросит, что у вас случилось. Ну, может, у вас со здоровьем плохо или сердечный приступ или еще что-то. И это тоже определенный признак. И, кстати, в Америке, если вы бармену начнете жаловаться на свою жизнь, он, в отличие от мудрых японцев, вам скажет следующее. Мне кажется, вам пора обратиться к психологу. Причем жалоба может быть любая, даже на то, что у вас в Беларуси плохая погода. Ответ будет всегда один и тот же. Поэтому, кстати, у нас у них так очень много психологов, и они так дорого стоят. Кстати, знаете, как в Америке отличить лучшего психолога? У него есть хороший свой психолог. Ну, потому что то, что он принял негатив от клиента, надо передать дальше. Окей, коллеги, что является самым сладким словом для человека? Имя. Верно, все профессионалы, молодцы. Действительное имя человека. Если вы заставите или обучите, или попросите своих сотрудников в разговоре хотя бы в одной из трех фраз называть имя человека, а для этого его как минимум нужно запомнить, то доверие возникает очень быстро к такому разговору и к такому сотруднику. Очень быстро. Как ни парадоксально, как ни очевидно, но в Беларуси этим мало кто пользуется. Ну, даже вот просто в общении вот здесь, вот в коридоре, я слышу, как общаются люди, проходя сбоку, мало кто называет друг друга по имени. А это очень важный момент. Когда мозг второго человека понимает, что он меня знает, он называет меня по имени, это что-то уже более личное, это безопасность, он не причинит мне вреда, он же уже знает, кто я такой. Скрипты, коллеги. Кто не знает, что такое скрипты? Один человек. Хорошо. Для одного человека, который не знает, что такое скрипты, это алгоритмы, по которым желательно разговаривать вашим сотрудникам во многих ситуациях наиболее типовых для того, чтобы клиент получал типовой сервис и понимал вас, когда вы говорите понятными, нормальными, простыми словами, либо действиями. Так вот, коллеги, что такое модное строительство? Смова скрипты в Беларуси многие выучили. Некоторые даже уже их внедрили в своих компаниях, но внедрили так иногда топорно, что для клиента вообще не осталось места в том, чтобы получить себе сервис. Ну просто не осталось места. Привожу пример одного банка, который претендует на звание лучшего контакт-центра в Беларуси. И в связи с этим, чтобы стать лучшим, обратился ко мне, как внешнему консультанту, протестировать его, чего же им не хватает. Ну, я с присущей мне наглостью протестировал. Я в этих вопросах не стесняюсь. Я позвонил, представился клиентом с дальнего-дальнего белорусского города, даже акцент изобразил, и спросил, что мне нужен кредит на очень дорогой автомобиль. Со мной прообщались пять минут, не спросив моего имени. Пять минут. Через пять минут, видимо, вспомнив, что в скрипте все-таки есть вопрос про то, как меня зовут, когда уже у нас было полное доверие и любовь, понимаете, пять минут. Это серьезно. Она задает мне вопрос, не очень нежный, назовем так, как бы я хотел. Вопрос звучал примерно так, как я могу вас называть? Ну, интонацию примерно повторяю. Я немножко обомлел, но быстро пришел в себя и сказал, «Называйте меня Бог». Ну, называть, называть, Бог. Дальше передаю дословно. Режим не был включен, нут, тональник, да, не был. Как мне вас называть по телефону? А, нет, ну если так, то Денис называйте. Как вам скрипт? Симпатично, правда? Вот, то, что касается скриптов. Здесь мы уже скрипты рассматриваем под предлогом простоты, коллеги. Поэтому поймите, в скриптах не может быть вот стопроцентного алгоритма. Скрипты должны покрывать по принципу Паретто. 80% ситуации на 80% ответа. Все остальное надо все-таки, чтобы мозг человеческий работал. Потому что если мозг человеческий не работает, тогда сразу же устанавливайте новое решение компании Актел российской, где есть общение с контакт-центром, просто с голосовым роботом. Не получится особого удовольствия, но примерно будет такая же ситуация. Я думаю, даже получше ситуация, чем вот в этом банке. Вот. Поэтому нам нужен человек, нам нужен его мозг, нам нужна его клиент-ориентированность, используйте ее в скриптах. Вы платите за это, соответственно, не убивайте сами вот эту вот добавленную стоимость, которую вы создали в виде человека. Еще очень важно, коллеги, в простоте. Это роль руководителя. Я горжусь тем, что нахожусь с Дмитрием в одном зале, потому что когда выступал он, я просто видел, что это действительно вот руководитель, про которого я рисовал этот слайд. Это руководитель, который находится на самом верху и который понимает, как он должен показывать своему коллективу, что такое клиент-ориентированность. Коллеги, бесполезно рассказывать. Я сам через себя пропускал в свои молодые годы. Рассказывал, рассказывал людям, рассказывал, как это все должно быть. А в итоге надо было просто один раз показать. И когда я начинал показывать, мир начинал меняться просто с колоссальной скоростью, просто с огромной скоростью. Показывайте, коллеги, показывайте. И руководители должны всегда быть наверху и всегда людям показывать. Ребята, вот смотрите, вот так вот мы обслуживаем клиентов. Вот так вот мы клиент-ориентированно действуем. Но все же читаете книжки про Брэнсона, который отвечает по телефону сам, который записывает на автоответчики в различных своих компаниях свои обращения и так далее. Ну, знаете про Брэнсона, да? У него есть в авиакомпаниях там автоответчики, где он там говорит несколько гудков, там говорит, представьте, да, вы несколько гудков прождали. Я тоже считаю это отстой. Но если вы прождете еще столько-то секунд, то вам перелет в Америку будет бесплатный. И все клиенты, да будет. И на последней секунде раз поднимает оператор труб. Интересно, да, подход? Коллеги, и что еще важно? Очень важна обратная связь от клиентов. Мы много думаем про то, что нужно быть клиент-ориентированными. Я много раз сам себя ловил на том, что сижу вечерами и раздумываю над тем, как же еще приятнее сделать клиенту, как же сделать ему хорошо, какой же еще сервис внедрить. А нужно открыть сервис своей, обратной связи с клиентами, почитать, что пишут, говорят клиенты. Съездить с клиентами, пообщаться. Это очень важно. Вот чем я любил ее доставку и продолжаю любить тем, что у меня каждый день была обратная связь от клиентов. Вся форма обратной связи, которую клиенты набирали, я все читал, абсолютно все. Поверьте, это было не так много. К нам приходило обращение в день, ну 300, наверное, примерно. Я их прочитывал за час. Я был очень счастлив, потому что я получал колоссальный объем информации, что нужно клиентам, как они думают, как они воспринимают наши любые изменения. А нам приходилось очень сильно меняться, потому что мы развивали этот бизнес практически с нуля. Ну его в принципе не существовало в Беларуси. Поэтому эта обратная связь, она бесценна. Но она бесценна тогда, когда ее читают высшие руководители. Если она просто умирает где-то в контакт-центре, где читают люди не совсем клиент-ориентированные, это проблема. Поэтому помните про обратную связь и всегда ее читайте. Еще хотел отметить в разделе простоты про точки контакта. Все, наверное, знаете, что такое точки контакта. Это все возможности клиента с вами повзаимодействовать. Вы обязательно хотя бы раз в год мой вам совет из своего опыта проверяйте эти точки контакта. Пройдите по каждой. Отправьте сами себе e-mail, позвоните сами себе в Skype, послушайте, что вам там говорят, попишите сами себе в соцсетях, позвоните в свой контакт-центр. Все точки контакта проверите. Потому что, понимаете, попадется одна точка контакта очень нехорошая. В современных условиях, в современном мире, когда есть очень опытные блогеры, которые очень быстро про это напишут, про вашу компанию узнают очень много плохого. Хотя это будет всего лишь плохое настроение одного конкретного сотрудника в один конкретный день. А вы в целом можете быть даже очень ничего. Еще очень важный момент. Прочувствовал сам на себе, долго у себя изживал эти слова в свое время. И предлагаю вам изживать их у себя и изживать их у ваших сотрудников, общающихся с клиентами. Ни в коем случае нельзя говорить клиентам в любом контексте вот этих словах. Для клиента эти слова все равно, что вы говорите «я не сделаю», «у меня не получится», «ты не получишь услугу». Примерно так. Согласитесь, часто применяем такие слова. Мозг их не просто так выбирает из богатого своего лексикона, не просто так вкидывает для разговора. Абсолютно не просто так. Особенно знаменитое слово «попробуй». Особенно в тех вещах, которые должны делаться по шаблону и просто замечательно отскакивать от зубов. И напоследок, коллеги. Я был еще в Таиланде и посетил в Бангкоке замечательный тайландский зоопарк. Я сходил там на шоу обезьян и оказалось, что после этого шоу с этими обезьянами еще можно фотографироваться. И вот честно вам скажу, более клиент-ориентированных существ я в жизни не встречал. Но, коллеги, опять же, я же лезу в суть вопроса, как это происходит. Они же не родились такими. Сбоку стоял прекрасный дядечка, который отдавал микрокоманды. И эти обезьяны моментально реагировали. Но они были обучены не только по пульту дистанционного управления. Мне говорили, допустим, достань банан. И обезьяны становились клиент-ориентированными в два раза. Они уже начинали выполнять мои команды. Я показываю, погладь мне голову, они гладят. Я показываю, поцелуй меня в щеку, они целуют. И вот этот пример прекрасный, воспитанный в обезьянах клиент-ориентированности. С моей точки зрения, почему я решил этим закончить выступление, должен вам показать, что клиент-ориентированности надо учиться. Надо учить. И если, извините, обезьяна способна научиться этому, то уж вы, я уверен, этому научите любого из своих сотрудников. спасибо.